Глаза открытыми, широко держи! В эфире студия SPB AG Добрый день! Вы смотрите выпуск «Занимательная математика номер 4. Решай задачи в уме». Спонсор сегодняшнего выпуска – научно-производственное объединение науко-строительству, виды работ, обследование, проектирование, строительство, реставрация, служба заказчика и технодзора, испытания конструкций и систем, юридическая и судебная экспертиза, управление недвижимостью, научное исследование, гидроизоляция, акпонаст. Телефон в Санкт-Петербурге 242-92-29. Сайт в интернете npunast.ru Вы смотрите выпуск «Занимательная математика номер 4. Решай задачи в уме». Сегодня в программе. Правильный ответ на задачу из предыдущего выпуска. Далее. Мы в гостях в научно-производственном объединении науко-строительству. С новой задачей для решения в уме вас ознакомит председатель Совета директоров НПО НАСТ Станислав Николаевич Подпальный. Итак, поехали. Правильный ответ на задачу из прошлого выпуска. Подождите. Если вы не видели выпуск номер 3, то нажмите пока на стоп и перейдите по ссылке, она есть в описании под этим видео, чтобы посмотреть этот выпуск и решить задачу. А для тех, кто видел предыдущий выпуск и решил задачу, мы продолжаем. Правильный ответ на задачу 350. И движемся дальше. Чтобы не дать себе засохнуть, приходим к следующей задаче. Мы находимся в научно-производственном объединении науко-строительства. В гостях у президента Совета директоров, у председателя Совета директоров Станислав Николаевич Подпальный. Кандидат технических наук, доцент, заслуженный строитель России. Станислав, скажите, пожалуйста, несколько слов о вашей компании. НПО наукостроительство работает на строительном и реставрационном рынке России, в основном по Петербургу и Северо-Западу. За это время выполнено более 2000 объектов, включая проектирование, включая строительство, реставрацию. Среди них такие известные объекты, в которых мы принимали участие и успешно выполняли свою часть работы, как аэропорт Пулково, как Смольный, дворцово-парковый ансамбль Раненбаум, объекты Кремлей Новгородского, Псковского, музейный мемориал Катынь, бизнес-центр Кондратьевский, дворцово-парковый ансамбль Раненбаум, ну и многие другие. От себя еще могу добавить, насколько я помню, в 2009 году Ваша компания занималась проектированием дороги в Гранд Каньон, пешеходная зона, на приемке, на сдаче которой присутствовала Валентина Монтвиенко. Да, пешеходная дорога с торговыми павильонами, это был и наш проект, и наше выполнение работ длиной 1300 метров от метро Проспект Просвещения до торгового комплекса Гранд Каньон, это наш объект. Станислав, тема нашей передачи – решение задачи к уме. Как Вы считаете, полезно ли для мозга иногда порешать какие-то задачки математические в уме, без калькулятора, без бумаги, без карандаши? Ну, считаю, что это без сомнения полезно, и с возрастом это все полезнее и полезнее. Согласен с Вами полностью. Помните ли Вы, как учились в школе, какая у Вас была учительница, какие-то задачи по математике? Да, я хорошо помню школу, своих учителей, я им благодарен. Но наиболее интересная задача, из того, что вот так навскидку приходит в голову, нам задала нестандартно так доказать теорему о лунках Архимеда, и мне это удалось, тогда еще не было ни интернета, ни каких-то других подсказок, поэтому я этим в свое время очень гордился. А мне запомнились задачи про наполнение бассейна, а еще было смешно, когда в задаче про бритье траншеи у меня получилось, что ее копали полтора землекопа. Какая оценка была у Вас, помните, математике? Отлично. Хорошо. Санислав Николаевич, мы нашим зрителям всегда рекомендуем, предлагаем решить какую-то задачку в уме. Прочитайте, пожалуйста, на Ваш выбор какую-нибудь задачку для наших зрителей. Ну, ближайшую ко мне. Некто тратит по 40 рублей на чашку кофе в день. Сколько он тратит в год? Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что задачу нужно решать без калькулятора, без бумаги и без карандаша. Чисто в уме. Станислав Николаевич, спасибо за участие в программе. Спасибо, Андрей Алексеевич. Вам подарок. Ух ты, это с Новым годом. Да, и с Новым годом, и с Рождеством. Спасибо вам большое. Спасибо, Андрей Алексеевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok